Добрый день, мои друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Ну что, давно мы с вами не встречались за этим чудесным, замечательным столом. Вот сегодня я решила возобновить наши мастер-классы и очень мне захотелось порукоделить. Сегодня суббота, 14 марта, на улице у нас холодно, идет дождь, поэтому, как-то вы знаете, на улицу выходить не хочется, хочется какого-то домашнего уюта и тепла, и поэтому я решила сегодня немножко порукоделить. Оглянуться не успеем, как придет этот великий праздник, который называется Пасха. Естественно, все мы украшаем дом, мы выпекаем Пасхи, мы красим яйца, мы делаем декор какой-то красивый для дома. Вот и сегодня я решила поработать над домашним декором. Я, кстати, не сказала, что будем работать над пасхальным декором, очень-очень красивым. Я надеюсь, вы уже обратили внимание. Смотрите, какие шикарные цветы. Видите, вот обратная сторона цветов у меня на столе. разных-разных оттенков. И такие белые, как бы они уже немножко кремовые. И вот такие цвета Тиффани, это очень такой, знаете, любят многие этот цвет. И очень интересный цвет, вот такой, какой-то, такой белый вместе с легким таким сиреневым оттенком. Вот из этих цветочков мы будем сегодня с вами изготавливать шикарный пасхальный декор. Что нам потребуется еще для нашего декора? Смотрите, какие у меня шикарные вот розы. Вообще, я люблю работать с розами. Сам по себе цветок уже очень красивый. А если его, конечно, в какой-то декор использовать, то уже как бы ничего и не нужно. Вы прикрепили эти цветы и уже красиво. Если вы помните, декоративные елки мои, которые я показывала вот раньше в моих видео, кто не видел, зайдите, посмотрите. Они тоже состоят из роз. Но это вот для декора самый-самый замечательный цветок. Более того, эти цветы вы можете купить буквально везде. Я не знаю, в конце концов, ну, заказать через интернет-магазин. Итак, мои друзья, сегодня мы будем изготавливать красивые декоративные пасхальные украшения, которые будут вешаться на веревочке. Что нам понадобится? Как я уже сказала, понадобится, смотрите, вот такие вот шикарные розы. Приобрести их можно где угодно, в любом магазине. Это не есть проблема. Понадобится нам, значит, вот такого оттенка. Потом я буду использовать цвет Тиффани. Сейчас я вам покажу. Вот, я открою побольше. Они продаются в таких вот, я заказывала через интернет-магазин, в таких вот кулечках. Здесь по 12 штучек. Значит, понадобится вот такой вот цвет Тиффани. Видите, уже сами по себе эти розы очень-очень красивые. Дальше понадобится вот такого. Они как бы белые, но немножко серединка как бы кремовая. Вот такие розочки нам понадобятся. И еще, я не открывала, открою, как я вам и говорила. Вот такого плана у меня есть еще розочки. Смотрите, какие они интересные. Смотрите, какие красивые розы. С такой нежной сиреневой серединкой. А сами по себе они такие вот беленькие. Что нам еще понадобится? Друзья, для декора также я еще буду использовать. Смотрите, какие перышки. Видите, какие красивые перья. Перья это лебединые. Вы можете либо приобрести в магазине, либо заказать через интернет-магазин. Любые. Что нам понадобится еще? Я взяла вот такую вот веревочку. Видите? Серебряная, тоненькая, куда мы будем подвешивать наши декоративные элементы. Вы уже заметили, что здесь у меня находится... Смотрите, какое красивое сердечко. Дальше. Мне понадобится еще вот такие декоративные, пластмассовые, прозрачные яйца. У меня большие есть и немножко поменьше размеров. Смотрите, они разбираются и собираются. Вот такие вот красивые декоративные элементы. Они уже сами по себе очень красивые. Друзья мои, посмотрите. Еще нам для создания шикарных, пасхальных, красивых, декоративных элементов понадобится... Смотрите, какие красивые разноцветные камни. Вот такая вот красота. Уже это все очень красиво. И сейчас я покажу, что же я со всем этим буду делать. Девочки, ну смотрите. Давайте-ка мы с вами, наверное, сейчас приступим к изготовлению вот таких вот красивых, видите, розочек. Просто и легко. Вы берете, вставляете цветочек. Главное, чтобы у вас были качественные, красивые такие вот цветы. Вы вставили и уже у вас шикарный, красивый, такой замечательный получается декор для дома. Вы можете подвешивать его на люстру, на ветки. Я не знаю, где угодно, возле зеркал, где-то на кухне. Ну, в общем-то, где вам хочется, там и вешайте. Значит, как же это все делается? А очень легко и просто. Ну, давайте, вот смотрите. Я беру вот эту форму, которая называется сердце. Видите? Она, как я вам уже и говорила, она сама по себе уже очень красивая. Но, что мы делаем? Да, элементарно. Мы берем цветочек. Как вы видите, здесь вот такая вот штучка. Она нам не нужна, и поэтому мы ее будем срезать для того, чтобы она нам не мешала. Поэтому легко и просто. Берите, отрезайте, не бойтесь. Срезали и все. Почему я вам сказала, что, возможно, понадобится клей-пистолет? Сейчас я вам покажу. Видите, распадается картинка. Этого мы допустить не должны. Поэтому все вот эти элементы сейчас будем проклеивать. Разогрели хорошо клей. И понемножечку, смотрите, вот слои эти, не раскрывая весь цветок, проклеиваем и придерживаем. С этой стороны немножко, вот прям вот здесь, видите, где начинается распадаться, вовнутрь. Вот, проклеиваю и прижимаю. Точно с этим фрагментом то же самое. Вовнутрь и прижимаю. Понемножечку все это нужно проклеить по кругу. Прикладываем. Вот таким вот образом. Все. Все это приклеилось. Пускай немножечко подсохнет. И потом мы будем уже отправлять в наше сердечко. То есть, в нашу форму. Каким образом? Смотрите. Я беру нашу розочку. Вставляю вовнутрь. Прижимаю все вот эти лепесточки, как бы. Ну, вот так я их немножечко скручиваю, видите, чтобы можно было закрыть форму. Потом закрываем. Таким вот образом. Раз. Девочки, смотрите, вот что у меня получилось. Смотрите, какая красота, видите. Все плотно она закрыта. Нигде ничего. Цветочки, видите, нигде не выступают за пределы формы. И следующим этапом у нас идет эта веревочка. Вот такая веревочка серебряная. Я беру ее, продеваю сюда аккуратненько. Вот я продеваю. Смотрите, нашу веревочку. И вот что у нас получилось. Немножко здесь связать. Я еще не знаю, куда я буду использовать. Поэтому пока плотно завязывать именно вот здесь не буду. Может быть, не обрезать придется. Может быть, я наоборот на люстру захочу подцепить куда-то. И у нас получился вот такой красивый, декоративный, видите, элемент. Хорошо. Давайте теперь сделаем еще. Ну, наверное, вот такой цвет мне хотелось бы сделать. Поэтому что мы делаем? То же самое. Я беру это, обрезаю, нагреваю клей. Обрезаю вот эту штучку. И все-таки по такому же принципу немножко проклеим. Чуть-чуть. Потому что цветочек распадется. Даже когда форму вы будете отправлять, все равно лепестки начнут отпадать. И это не есть хорошо. Да буквально капельку такую вот приложили и все. И вот таким вот образом я приклеиваю вот это. Давайте, наверное, еще сделаем. Вот такое розовое сердце. Так. Итак, девочки, беру вот такую формочку, подготовленную в нашу розочку. По-моему, она входит очень даже и неплохо. Но лучше вставлять именно вот так. Видите? Зажать ее. Все. А потом я прижимаю другой стороной. И она будет внутри. То есть она не будет за пределы выходить. Все. Роза наша готова. Видите? Можно немножечко даже вот здесь и расправить листики. Вот так. Раз. Все. Плотненько закрылась. И у нас получилась вот такая вот замечательная, видите, розочка. Эта сторона какая. И вот эта. Видите? Девочки, мы берем веревочку, продеваем сюда. И наша композиция. Все. Она готова. И получилось у меня вот такие две замечательные розы. Видите? Давайте сделаем еще с вами вот такую. Она уж очень красивая. Поэтому по тому же принципу я разбираю. Вот клея немножко совсем. Вот проклейте граммульку буквально. Цветочка. Чтобы он не распадался. Потому что, видите, распадается розочка. Вот. Какая получилась розочка. Плотненько нужно ее закрыть. До характерного такого хлопочка. Все. Роза закрыта. Посмотрите, девочки, какие у меня получились разные три такие красивые декоративные фигурки. Розочки в форме в виде сердца. Хорошо. Мы сделали такой цвет, такой цвет сделали розочки. Видите, какая красивая, нежная, розовая. Такая вот Тиффани очень модный сегодня цвет. Используют его часто декораторы и дизайнеры. И давайте-ка, ну как же нам не сделать белую красивую розу. Поэтому по такому же точно принципу мы делаем белую. Значит, смотрите. Цветочки все-таки лучше разбирайте. Да, конечно, можно его разобрать. Цветочек. И не проклеить. Но потом он распадется. Если захочется вам достать и использовать в дальнейшем потом этот цветочек для декора. Вы же можете его достать и использовать где-то. То у вас ничего не получится, потому что он распадется. Ну, вы, конечно, его сможете собрать. Но зачем делать потом, если можно сделать сейчас? Понемножечку. Проклеиваем, как я вам и рассказывала. Буквально граммулечку. Много клея не нужно. Что делаем дальше? Дальше, так же, как делали с теми цветочками. Мы берем, проводим вот здесь немножко клея. Много не нужно. И одеваем вот эту зелененькую штучечку нашу. Отправляем сюда. Придерживаем стебелечек этот. И плотненько прижимаем. Девочки, плотненько. Прямо насаживаем, хорошо прижав цветочек. Ничего. Мы потом его выровняем. Вот туда. Чтобы не торчал. И все. Он у нас приклеился. Берем ножнички. Срезаем вот эту всю историю. И отправляем в наше сердечко. Вот оно. Красивая форма в виде сердца. Отправляем этот цветочек. Уже готовенький. Уже все. Мы с ним все сделали, что нужно было. И форму эту я закрываю. Такая вот получилась роза. Вот одна. Вторая. Вот такая вот розочка. И Тиффани. Видите, какая красота у нас получилась. В таком же вот образом я оформлю остальные наши сердечки. Ну вот, девочки. С этими цветочками как бы все понятно. Но однотипно, одни розочки, не так весело и не так интересно. Поэтому, как вы видите, у меня лежат декоративные красивые камни. И я надеюсь, вы уже догадались, что же я с ними буду сейчас делать. Да очень все легко и просто. Я сейчас хочу сделать декор пасхального декоративного яйца. Я возьму маленькое, небольшое. У меня две формы. Одни у меня, ну, такие большие яйца. А одни у меня немножко поменьше. Поэтому я беру сейчас те, что поменьше. Вот такие. Видите? Вот. У меня есть такие и такие. Мы будем декорировать, безусловно, и эти. Но давайте сейчас отдекорируем вот это. Что я буду делать? Значит, я беру наши красивые камни. Это могут делать ваши детишки. Смотрите. Насыпаю сюда эту всю красоту. И просто закрываю. Не обязательно, чтобы все внутри было заполнено. Достаточно даже вот так сделать. И очень будет красиво. Потом, как я всегда говорю, мы повяжем сюда веревочку нашу. Декоративную за веревочку. Вот. И все это мы повесим на какой-либо, ну, я не знаю, как я уже и говорила, веточку или еще куда-либо. Вот, друзья, смотрите. Беру я второе такое из маленьких форм. И обратно отправляю туда наши декоративные камни. И обратно закрываю. Видите, плотно. Все. И у меня получились такие два замечательных, красивых пасхальных яйца. Они очень-очень будут красиво смотреться в интерьере. Давайте-ка попробуем побольше положить наших декоративных камней. Не проблема. Я беру декоративные камушки и еще накладываю разноцветные побольше. И точно таким образом плотненько закрываю. Смотрите, какая красота у меня получается. Девочки, это что-то нечто. Это реально очень-очень красиво. Посмотрите, что у меня получилось. Обратите внимание. Яйца у нас яркие, пасхальные, вот такие. Розы у нас тоже очень красивые. Сложностей никаких в изготовлении таких декоративных элементов. Дальше. Я вам показывала. Это пока мы откладываем. Я вам показывала, что. То, что у нас есть еще. Смотрите. Вот такие замечательные перышки. Вот они. Ну, давайте вот берем и пасхальное яйцо. Давайте возьмем большое. И укладываем сюда. Хаотично. Вот просто вот. Вот как вам нравится, так и укладываем. Наши разноцветные вот такие вот перышки. Смотрите. И можно еще одно такое положить. Да? Нет, давайте вот так вот положим еще. Одно вот такое еще. Можете вообще одно положить. Как вам нравится. Хотите, положите одно. Хотите два. Хотите три. Как вам нравится, так и делайте. И по такому же принципу. Но у меня лебяжьи перья. Их очень тяжело спрятать. Поэтому я их просто обрежу краешки. Смотрите. Вот таким вот образом. Я вот закрыла плотно. И у меня внутри, смотрите, какая получилась красота. Видите? Я уже сегодня показываю мастер-класс очень-очень близко. Чтобы вам было хорошо видно. Девочки, спрятать их мне очень сложно. Поэтому я их просто по краю обрежу. Почему? Потому что лебяжьи перья эти, они настолько нежные, что просто как я не стараюсь спрятать, у меня они не прячутся. Поэтому мне приходится их обрезать. Ну что, мои друзья, мои зрители, все те, кто зашел на мой канал случайно, и я надеюсь, вы обязательно останетесь на нем, подпишитесь, поставьте лайки, напишите мне хорошие, приятные комментарии или неприятные. В общем, пишите, будьте активны на моей странице. А я, вот видите, покажу сейчас вам все-таки, что у меня получилось. Смотрите, какая красота. Девочки, делается, как вы заметили, все легко, очень и просто. Никаких проблем. Берите, доделайте. Все яркое, все красивое, все такое красочное. А мне даже самой себя захотелось украсить, глядя на всю эту красоту. Ничего сложного в этом нет. Поэтому, если вам понравилось, обязательно посмотрите следующий мой мастер-класс, то есть следующее мое видео. Там я тоже буду делать пасхальный декор. Значит, продаются в магазинах, продаются в интернет-магазинах тоже яйца, тоже заготовки, только пенопластовые, обычные белые пенопластовые яйца. И вот что я с них сделаю, какую красоту, вы даже себе не представляете. Я не буду сейчас секреты открывать. Вы увидите в следующем моем видео. А я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю вам просто до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok